Снова разрешить казино в Кыргызстане. С такой инициативой на днях на заседании парламентского комитета по бюджету выступил депутат Улан Примов. Своё предложение он озвучил главе правительства. И премьер поддержал идею. Мы не против того, чтобы в бюджет поступали дополнительные средства. Но ранее депутатами был принят законопроект о запрете деятельности казино. Я считаю, что стоит выработать нормы, где говорится, что жители страны не могут играть там, чтобы избежать проблем. После того, как заявления депутата и премьера стали достоянием общественности, в социальных сетях начался шквал критики. Люди напомнили депутату, каким негативным последствиям пришло общество, когда казино были общедоступны. Законодатель заявил, что в народе просто неправильно поняли его позицию. Это просто было предложение правительству, как они смотрят на критик казино не для наших граждан, не для наших жителей, а для граждан, иностранцев в отдаленных регионах республики, тот же Барткен, та же Иссыкульская область. Например, Иссыкульская область, ее курортный потенциал не только вот эти 2-3 месяца летом, а круглый год можно использовать. Та же авиабаза Ганси, к примеру, в аэропорту Манас, которая на сегодняшний день простаивает. То есть закрытая для иностранцев, но никоим образом не затрагивая интересов, или ущемляя, или как-то порождая какие-то недовольства со стороны наших. Правильно поняли депутата или нет, но его предложение уже активно обсуждается даже в самом Джигурху Кенеши. Сторонники открытия игорных заведений говорят, что закрытие казино привело к значительным потерям для казны. Противники уверены, есть иные способы пополнить бюджет. Минимум 2 миллиарда сомов ежегодно, минимум не менее 3000 рабочих мест, отчастие соцфонд, подоходные налоги и так далее. То есть это только положительная сторона. С закрытием проблему не сняли, потому что уже любой запрет, она имеет другой конец, как бы упалки два конца. Второй конец начинает уходить в подполье и начинает работать. Тут уже над ними руководят другие структуры. Ясно кому, правильно? Те крышуют. Эти казино работают в разных подвидах, видами, где-то. И наносят огромный ущерб экономике. Если идут сейчас какие-то предложения, лобби, чтобы заново открыть казино в каком-то закрытом виде, в любых видах, я думаю, он нам не нужен. Потому что если даже мы откроем для иностранцев, то завтра появятся правозащитники. А почему на нашей территории есть казино, но наши граждане не могут? Это уже появится обязательно лобби, чтобы открыть доступ и нашим. Поэтому, я думаю, казино пока в нашей стране не нужен, потому что мы еле закрыли его. Правозащитники говорят, если парламент и правительство вернут казино, население будет категорически против. Кризисный центр СИЗИМ проводит мониторинг по различным сферам игорной деятельности. До сих пор эта проблема стоит остро. И никакие ограничения для местного населения не помогут закрыть вход в казино, если они снова будут открыты. Неужели иностранцы приезжают к нам только играть в казино и в азартные игры? И потом иностранцы просто приезжают играть. А у дверей кто будет пропускать? Вот говорят, других не пропускать. При нашей коррупционной системе, кто застрахован и вообще, что других не пропустят? Возможно, знаете, когда через 50-60 лет, когда у нас проблем меньше будет, коррупции меньше будет, возможно, и откроется у нас. Жизнь немного наладится. И я понимаю, в человеке внутри существует азарт. Но в данное время, да, сейчас, что, каким последствиями они приводят, да. Вопрос открытия казино поднимается в парламенте примерно раз в год, говорят депутаты. Регулярно появляются лоббийские группы, которые пытаются протащить этот вопрос. В 2010 году, когда парламент закрывал казино, в Белом доме ходили слухи о довольно больших откатах за то, чтобы сохранить игорные заведения. Говорят, предлагали до полмиллиона долларов. От казино для общества, для развития страны, для экономики, для духовного развития я не вижу никакой пользы. От него вреда больше. Поэтому мы ни в коем случае не должны под прикрытием каких-то лозунгов, налоги, рабочие места, экономика. Это все блеф. За этим стоит большое лобби, когда определенные группы, международные синдикаты, хотят здесь отмывать деньги. То, что лоббисты в ближайшее время снова придут в парламент, депутаты не исключают. Так происходит со всеми вопросами, где замешаны большие деньги. Примерно так же депутатов уговаривали сохранить добычу урана. Игорь Потанин, Нурбек Копаров, НТС.